Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 17 по 23 февраля 2020 года. Вторник, 18 февраля, в церковном календаре. В числе святых величаемых в этот день есть особый угодник Божий, украшение и слава церкви его прославивший, святитель Феодосий, архиепископ Черниговский. Святитель Феодосий по праву считается покровителем Черниговщины, но также угодник Божий является покровителем и Святогории. В селе Кармазиновка строится скит Святогорской Лавры в честь черниговского святителя и чудотворца. 18 февраля в обители престольный праздник. Также в этот день прославляется Девногорская или Сицилийская икона Божией Матери. Явление этой чудотворной иконы произошло 18 февраля 1092 года в Сицилии. Один из новопостроенных лаврских храмов имеет престол, посвященный Девногорской иконе Царицы Небесной. 22 февраля – Вселенская Родительская Мясоплусная Суббота. Совершается память всех от века усопших православных христиан, отец и братьев наших. В этот день все православные христиане стремятся принять участие в заупокойной Божественной Литургии, чтобы поминаниям церковным почтить память своих умерших близких, родных и друзей. Поскольку нет большего проявления любви к своему усопшему родственнику или близкому человеку, чем молитва за него. Особенно молитва церковная, из которой самое главное – молитвенное поминовение усопших на Божественной Литургии. Также 22 февраля православная церковь вспоминает День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Один из самых почитаемых святых 20 века, святитель Тихон, был первым патриархом русской церкви после нескольких сотен лет. Время его патриаршества совпало с началом гонений на церковь. Предстоятель исповедник русской церкви в тяжелейшие революционные годы он принял на себя первый удар. Из истории прекрасно видно, что церковь во многом и выжила благодаря тому, что обрела земного заступника в лице святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, священномученика и исповедника. В своей жизни первосвятитель-мученик претерпел гонения, аресты, угрозы. Были даже попытки убийства. При одном из таких покушений мученически погиб келейник святейшего Яков Полозов. В своем служении церкви патриарх-мученик сам готов был идти на гибель ежедневно. «Пусть имя мое погибнет в истории, только бы церкви была польза», – говорил он, до конца следуя за Христом, своим божественным учителем и Господом. Святые мощи патриарха Тихона были обретены 22 февраля 1992 года и ныне почивают в Большом соборе Донского монастыря Москвы. 23 февраля – неделя мясопустная о Страшном суде. В своем поучении в неделю мясопустную о Втором пришествии к Христовым святитель Игнатий Брянчанинов призывает нас. Возлюбленные братья, будем бодрствовать и приготовляться к страшному суду, ожидающему нас на граних вечности для невозвратного решения нашей участи навеки. Будем приготовляться, запасаясь всеми добродетелями, особливо милостью, которая заключает в себе и увенчивает собою все добродетели, так как любовь – побудительная причина милости – есть соус христианского совершенства. Милость соделывает человеков, преисполненных ею, богоподобными. «Блажений милостиви Якотии помилований будут», – говорит Священное Писание. «Суд же без милости не сотворшим милости». Также 23 февраля совершается память двух святогорских святых, преподобных Рафаила и Иоаннике Святогорских. 8 мая 2008 года Священный Синод Украинской Православной Церкви, рассмотрев житие, труды, подвиги, чудеса и народное чествование подвижников благочестия, которые во святых горах на Донце подвязались, принял историческое решение – благословить для местного прославления и чествования в числе прочих в лике преподобных архимандрита Рафаила Макренского и иеромонаха Иоанники Аверкиева. Следите за новостями Свято-Ускенской и Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok